Чё это у нас тут происходит? Я хотел свет показать от солнечной батареи, а ты тут на полу спишь. Я устала и не могу больше. Я на пересаживание света еще не закончила. Я прилегла к тому, что у меня очень сильно болит спина. Я легла погреться. Хорошо, ты в пижаме сегодня утром поливала. Мне пересаживать. Никто не помогает, никто не поможет. Пол теплый, да. Стиваш-то там, всё у меня прям чики-пики, всё чистенько. О, сразу-сразу сактивизировалась. Так, мой стеллаж. У каждой полки своё расстояние. Всё соблюдаю, потому что очень важен свет у растений. Он не должен располагаться слишком далеко. Поэтому полки здесь все у нас разной высоты. А самое главное, Юра сделал мне универсальное такое освещение, которое подходит и для комнатных растений, и для огорода на окне, и для рассады. Вот. Даже у меня в прошлом году огород на окне плодоносил. И перцы были, и маленькие мини-баклажаны, и зелень, и помидорки были. Очень красиво было. Вот. А в этом году у меня чего-то не хватило. Я совсем чуть-чуть посадила. И в основном уделяю своё внимание комнатным растениям вот такой вот коллекции колотей. Этот стеллаж, кстати, работает и от солнечных батарей, и от розетки может тоже работать. Когда я ремонт делал, специально в люстре упроводил несколько проводов. Отдельно 220, когда вот у нас электричество есть, и отдельно на 12 от солнечных батарей. То есть 220 выглядит вот так, а на 12 выглядит вот так. И получается очень ярко. То есть когда электричество отключают, гаснут лампочки. Вот. Но при этом всё равно в комнате очень светло. И необычно смотрится вот такая подсветка. Вот. Я каждую люстру в доме вот так вот переделываю. И когда у меня ремонт в какой-то комнате, обязательно провожу отдельное освещение от солнечных батарей. Отдельно на 220 от общей, от основной сети. В общем, ребята, у нас сейчас есть книги в ассортименте. Они все электронные, подходят для любых устройств. Будь то телефон, планшет или ноутбук. Сейчас мы пока написали две книги. Одна книга по солнечным батареям, полностью общий. Юра там прям просто взял всех за ручку и провёл по этим солнечным батареям. Этой информации в интернете нету. Это его авторская книга. Она уникальная. Вот. Ну ты непосредственно участие тоже принимала. Редактировала меня. Мы писали книгу по солнечным батареям. И вот недавно мы выпустили книгу по организации мест для выращивания растений и рассады. Тоже этой информации нету, потому что это наш опыт. Здесь мы написали, как сэкономить на освещение, чтобы не тратиться на дорогостоящие лампы. Также написали, как сделать обогрев полок. Про лотни я написала, как максимально дать растениям свет. Какие стеллажи, какого цвета они должны быть. Вот. Всё это в книге есть. Там ещё и про автоматическое включение и выключение света тоже есть. Про полив для большого количества растений. То есть, когда растения прям очень... Ну, как в магазине, грубо говоря, растения стоят. Там тоже я это всё написала. То есть, я вот в эту книгу прям максимально всё вложила. Вообще весь свой опыт. Можно сказать, ты туда душу свою вложила. Я вложила всё. Как я в свою книгу. Вот прям вот досконально. Не просто там я на коленке сидела, писала. А вот мы сидели несколько месяцев, писали. И Юра про освещение, и я про растения. И прям много-много всего. Мне кажется, вообще очень классно получилось. Поэтому... Лайк, репост, подписка. Йоу. Да, я лайкну пока. Ты ещё не выключил? Нет, нет, нет. Не выключил. Ну ладно, ладно. Ну что, будешь поливать светулёчки-то? Придётся. А что делать? Придётся, конечно. Они уже твою руку чувствуют. Такие хорошенькие выросли. Слушай, такие классные, адаптированные. Мне прям очень нравится.